всем привет у нас сегодня такая тема работа в ирландии многие у меня пишут спрашивают как найти работу да то есть в ирландии то есть сложно это легко вот я не могу найти работу все сложно прихожу мне говорят нет или рассмотрим ваша да cv . резюме перезвоним вам они перезванивают не одобряют не берут короче все сложно все очень печально и так далее то есть я решил записать ролик до специальную программу то есть сейчас письма массово приходит украинцам то есть сейчас очень большое количество украинцев том числе в нашем городке два человека же тоже работает по этой программе да то есть им приходит письмо это программа не знаю как правильно пишется и читается потому что ирландские ирландские не знаю если так читать то это либо тут до либо тасс то есть переводится так как начало то есть начало пути да это прекрасная легкая программа мы про нее сейчас да поговорим ее вы сможете про нее узнать в вашем местном интро его просто приходите показываете вот эту ссылочку я оставлю в описании да покажи покажите ссылку на эту программу они сразу поймут о чем вы будете говорить эта программа она как бы устроена так что вы работаете на общественных началах то есть вам платят конечно зарплату но вы работаете не полный рабочий день как как по мне это хороший старт для начала 1 и 2 чтобы не просто сидеть да знаете там уже год-два некоторые сидят и протирают свои штаны а реально быть кажется в общество до какой-то позитив дать именно этой стране которая вас приняла это первое второе там немножко больше у вас будет до зарплата чем даже ваши выплаты это второе и третье конечно это вы сможете проникнуться до само общество да и общаться с ирландцами то есть быть в англоязычном до сообществе и тем самым вы сможете потянуть свой язык то есть найти новое знакомство то есть прямом смысле не сидеть дома да а как-то развиваться в этой прекрасной стране сейчас мы поговорим кто на это может претендовать да что это вообще такое кто кстати работает по этой программе напишите мне в комментариях как вам на какой позиции вы работаете то есть интересно почитать ваши отзывы по этой программе то есть я расскажу как многие до украинцы отказывают если вы откажетесь от этой программы то вак вам будут принимаются приниматься к санкции то есть все серьезно потому что эта программа как бы она обязательная к выполнению если вас отобрали то вы обязаны конечно согласиться условия конечно не супер супер да но дальше мы об этом поговорим наша аудитория на канале растет хотел бы попросить вас подписаться на канал так как огромное количество людей смотрит мои ролики не подписавшись для вас это всего лишь одна секунда нажать подписаться поставить колокольчик оставить лайк если понравилось вам да мое видео и оставить комментарий и если у вас есть какой-то опыт либо какой-то вопрос ко мне также у меня есть мои социальные сети да это инстаграм это тик ток и телеграм также вы можете стать моим спонсором да если вам нравится что я делаю то есть все ваши деньги идут на развитие канала а также для спонсоров будет специально закрытый чат и обратно же ролики до которые будут доступны только по подписке спасибо каждому за любое из этих действий а мы продолжаем эта программа она создана не только для украинцев а в общем для всех да то есть для ирландцев первую очередь но я всегда буду сейчас данному вообще в своих видео отталкиваюсь и мы говорим в общем да про украинцев которые сейчас находятся в ирландии смотрите самое главное это я чудо самое неприятное то что это есть уже и многие люди сделали да такую фатальную ошибку и потом жалеет об этом то есть отказ от оттуда трудоустройство что это значит а значит что если вас отобрали в эту программу да то есть программа начала будем говорить тогда потому что не знаю их правильно произношение напишите в комментариях как она правильно произносится тасс либо туз если вам предложили вы обязаны согласиться если у вас нет уважительной причины то вы не имеете права до отказаться если вы конечно сразу нашли работу да вам представили письмо чтобы участвовали в это программе понятное дело что вы будете работать на той работе которую вы выбрали и тогда вы не будете это получать выплаты и к вам никаких претензий если вы отказываетесь от работы без уважительной причины то первое вам могут уменьшить социальные выплаты ребята а потом вам могут вообще их отменить вот пожалуйста пункт который это указывает то есть это не игрушки и многие украинцы думали что это просто так потому что работаем из дальше об этом расскажу да она обычная то есть это на благо общества а что только благо общества это следить там за детьми за старыми в домах престарелых то есть обычно это это женская такая работа даем и предлагает мужчинам больше предлагает это просто по нашему до дворник уборщик то есть это убирать скверы улицы за городом дороги до парки то есть обычная работа постричь газон кусты то есть просто быть обычным работником жкх можно так сказать да обратно же это все на минималках потому что вы работаете не полный рабочий день всего лишь по четыре часа за сутки то есть принципе это не так напряжно вот здесь указано до 19 с половиной часов неделю ребята и стажируетесь вы 12 месяцев из контракт подписываться на год если в процессе когда вы будете даже заниматься вот этой вот работой до в этой программе и вы параллельно найдете другую работу вы легко можете отказаться и перейти на другую работу в этом нет никаких проблем дальше если вы уже поучаствуйте давайте программе то потом 33 года до вы вас не будет привлекать к это программе обратно же если будете сидеть на социале эту программу предлагают тем кто сидит на социале то есть больше года то есть если вы получаете job seeker а в ирландии да то вам уже после первого года вам могут вас могут выбрать да и заставить не заставить до предложить вам эту стажировку эту работу но они это описывают как стажировка потому что контракцию лишь год и берут уже следующего человека то есть ты уже не можешь продолжать даже тебе нравится эта работа ты уже должен уйти и уступить место другому то есть это называется грубо говоря чтобы просто не сидеть до дома чтобы человек как-то развеялся как-то влился в общество то есть все равно это движение сколько человек будет получать до денег то есть смотрите вот ставка с января 24 года то есть человек который да будет работать по этой программе он будет получать 250 евро 50 центов то есть 260 евро в неделю job seeker до получает 232 евро в неделю то есть по факту ну это немножко больше чем job seeker кто-то скажет стоп то есть я могу сидеть ничего не делать и получает 232 либо я должен каждый день выходить на работу и 4 часа где-то мантули до снег дождь ветер слякоть и так далее то есть даже те же 4 часа что это такое да меня это не устраивает и многие отказываются да и потом страдают а в ирландии с этим не играются они прямом смысле начали вам возьмут уменьшат выплаты там на 20 процентов потом на 30 там на 50 а потом лишат вас их на два месяца потом еще на месяц потом могут обратно одобрить то есть прямом смысле вы будете теперь всегда каком-то черном списке то есть я никому не советую отказываться от этой программы программы до свежали ссылку на всю информацию я оставлю я просто здесь расскажу это вкратце да не буду все нюансы прям вам расписывать вы сами сможете потом зайти и это прочитать я к тому что если вы не можете найти работу но ищите ее упорно да и вам интервью например не предлагают придите вы покажите им вот эту вот ссылку которую оставлю да и спросите за эту программу там еще есть две программы я в них расскажу уже в следующих видео то есть тут много программ которые дают просто обычную до не квалифицированную работу вот смотрите я прочитаю что это такое да как квалифицируется работа по этой программе эта схема трудоустройства на эта схема трудоустройства в обществе которая предоставляет краткострочные возможности трудоустройства для безработных понимать это обычные работы я рассказал что для женщин это там обычно это все знаю с детьми там помогать в садиках различных центрах дом престарелых то есть коммуникация какая-то да там женская работ мужики мужчины это больше просто же объяснил уборка пострижка газонов то есть тоже принципе ничего сложного так как в ирландии все больше автоматизировано издите меня тоже газонокосилка покосить тоже газон это не проблема четыре часа они пролетят вот так вот а вы главное будете заняты человек 2 вы будете уже на каком-то счету хорошим до государства то есть вы делаете что-то полезное вы не просто сидите обычным грузом до для этой страны раз вы не знакомитесь с людьми новыми в том числе с ирландцами вы обогащайте знания свои то есть язык до развивайте как бы вы не хотели коммуникация запоминаете слова и как все равно она придет она прилипнет к вам понимаете если вы будете в этой среде кем вы можете до типы проектов то есть кем вы можете вас могут до поставить работать первое это экологические услуги например сохранение обслуживание национальных пешеходных дорожек это в общем называется и парки да и за городом различные скверы там я видел и озера они убирают то есть вот нас человек да знакомы которого знаю его ему предложили эту схему он принял и он у нас у нас тут местный парк есть такой маленький там озеро да там два или три эти как его специальных таких подхода дать и рыбку можно ловить то есть такие мини пирсики до маленькое футбольное поле лавочек пару штучек столиков то есть такой маленький парк я не знаю там не знаю в длину там метров 15 до ширину тоже то есть такой маленький и вот он обычно его убирает то есть он приезжает убирает там все постригает газон потом приезжает машина весь мусор сбрасывается и все он свободен то есть прямом смысле ничего такого напряженного нету то есть на обратно же он сам тут без семьи ему хватает и все у него хорошо я к тому что кто-то скажет это главная фишка у наших да они всегда на весы ложат вот эти вот весы где да какие-то как найти эту на одной на одном плече сидит ангел на другом дьявол говорит ой я же могу сидеть ничего не делать и получает 232 либо придется выходить и работать все равно где-то что-то напрягаться где-то что-то подымать где-то какой-то стресс где-то какую-то дочь куда-то идти собираться вставать рано обычно там с восьми не работает так что-то не так уж и рано до 4 часа 9 10 11 12 я надела вам и вас могут попросить во вторую смену данных раз 12 часов но все равно что такое 4 часа но это же ни о чем и это нормально и другой до сидит такое говорит то зачем она тебе надо откажись сиди дальше то есть понимаете дальше говорю и вот этот диссонанс людей гложет что ну как ну ладно там выдавали хотя бы не знаю 300 до 350 до либо давайте уже больше часов что больше получать но в этом и есть смысл схемы если вы за год сидя на джипсики не смогли найти себе никакую работу да и смогли себя никак реализовать то вот вам хотя бы то же самое вот просто да по факту что такое 4 часа это пыль это пришел только начал работать в принципе уже можно собираться 4 часа не не ощущается вообще но лично ну я так считаю потому что ну и прямом смысле работа не напрягающая с этим человеком общался я видел он мне показал и рассказал да кто работает по этой схеме теперь и когда я вижу тех людей которые ходят да там собирает мусор по городу в парках я понимаю что это работающие люди по вот этим вот схемам да есть бригадиры которые будут на постоянной основе то есть в прямом смысле общественные такие работы да на благо общества и то есть что еще входит услуги по уходу например уход за детьми уход за пожилыми людьми ну это большинстве случаев это да для женщин работа общие общественные услуги например информационные бюллетени и предоставление информации для сообщества вот это поинтересней вот эта работа уже конечно вам нужно знать язык почему я сказал да в начале вот эту работу для мужчин сложную смысле что физически все-таки все равно что-то убираешь это подымаешь да потому что вот этот с блюднями видели когда люди стоят там собирают какие-то опросы какая-то у них социальная программа какие-то донаты нужно собрать кому-то вот эти люди стоят и занимаются этой работой но понятное дело что ты если не знаешь язык то не сможешь заниматься этой работой ты просто приезжаешь там торговый центр либо в супермаркет либо где-то на парковке день на большое скопление людей и вот и делаешь какие-то опросы а же какие-то общественные услуги это получается называется так это уже для тех кто знает язык конечно то есть если вы знаете язык то в принципе вас могут отправить на такие работы это реально там нужно не физически а просто ты стоишь и собираешь какие-то данные либо донаты следующая услуга в области наследия и культуры например местные проекты в области наследия но это обратно же облагораживание до каких-то памятников каких-то скверов то есть все что связано с какой-то исторической памятью то есть там где-то ну какая-то реставрация нужно там что-то убрать какой-то помощник да то есть тоже ничего такого сложного и выходящего за какие-то рамки не забываем обратно же всего лишь 4 часа в день вы работаете образовательные услуги например общественные игровые группы да тоже связано с детьми да вы там можете какие-то кружки вести какие-то забавы делать то есть такое что-то тоже связанное с обычными обратно же это больше конечно женскому полу да вот вам что могут предложить по вот этой вот программе она как выбирает людей да то есть есть специальные критерии категории вот они я назову самый главный это конечно же job seeker если вы сидите на нем больше года больше 12 месяцев то вам в любой момент может прийти письмо с предложением работать по стать до стажироваться по этой программе тут уже ваш выбор я сказал что если вы конечно же возьмите возьмете откажется то ничего хорошего откажетесь то ничего хорошего вам не будет процессы как это происходит я же говорю что отправляется все от ntr местного то есть занимается этим питали департамента деспи заниматься этими семи программами то есть это все легко просто и я считаю что я многим возможно подскажу и скажу что это отличная программа вы сможете пойти реально себя не то что реализовать а просто себя занять и главное вы сможете как-то отплатить этой стране то есть общественное начало общественные дела это всегда хорошо то всегда приветствуется поверьте если вы потом отработать этот год по этой программе и потом будете ирландцам рассказывать что вы работали вас будет уважать потому что здесь уважается вот эта вся общественная работа где-то быть участвовать где-то что-то собирать где-то помогать понимаете это очень ценится то есть они это любят они этих людей реально ценят это у нас да там ой быть каким-то уборщиком быть каким-то ой шон там фу лянь копата в чем-то это все тут другой менталитету другое понимание тут каждая профессия она важна каждого человека уважает неважно кто ты понимаешь а многие фыркает что ой 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 что я пойду там помогать в доме престарелых либо ходить парке убирать мусорники до менять и там эти как его мусорные мешки как же так а типа в украине вы все были я не знаю директорами шахт и различных компаний не нужно быть нужно попроще и люди потянутся и эта программа хорошо это доказывает просто нужно согласиться и работать а кто не знает кому еще не предложили эту программу пойдите покажите и спросите там еще есть пару других программ про них я скажу да в других видео которые тоже вот так вот помогают людям да найти обратно же работу не на полный рабочий день все реально это может даже какая-то мамочка которая не может найти работу пойти на полный рабочий день 4 часа я думаю каждый любой может найти в своем до графики чтобы работать получать легально деньги и не быть на шее у государства и быть немножко уже независимым и поверьте те же ирландцы не будут уже на вас смотреть как-то косо вы реально будете заняты чем-то и заняты нормальными добрыми делами для общества если вам понравилось это видео ставьте лайки ставьте оставляйте комментарии если вы работаете по этой схеме будет интересно послушать ваше мнение хорошо либо плохо за против всегда очень интересно посмотреть дискуссию в комментариях потому что это настоящие да реальные люди которые пишут свои отзывы это очень приятно это очень позитивно потому что наш канал развивается до больше людей больше подписчиков больше каких-то полезных вещей мы все узнаем и лично я узнал эту эту новость от своего знакомого который работает по этой программе я не знал раньше что такое есть оказывается если ты сидишь долго на выплатах то для тебя все-таки найдут тебе какое-то занятие так что не думайте что если вы сидите уже больше двух лет и к вам говорится вам ничего не предлагают то не предложат в будущем сейчас все-таки защита выходит на финальный этап и кто хочет остаться ребята думайте головой ищите работу занимайте себя снимайте сами жилье если вы хотите реально здесь остаться потому что с каждым месяцем все будет сужаться все будет как говорится то что забираться просто ирландии намекать что ребята было достаточно время чтобы вам здесь как-то обосноваться как-то встать на ноги вот эта программа это отличное начало чтобы как-то погрузиться в ирландское общество и главное быть полезным для него всегда на связи